Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 мая, вот сегодня я провожу первые работы в своей холодной теплице. Я уже рассказывала, что я удаляю нижние старые листики, удаляю пасынки, потом подвязываю, первая подвязка здесь у меня, делаю, рыхлю лунки и удаляю лишнюю траву. И как раз предоставилась возможность на наглядном примере показать, как формировать томаты, потому что, обратите внимание, начинающие огородники, потому что выбирать способ формирования томатов нужно уже сейчас, во время первых работ. Будь то это открытый грунт, сейчас подползем, или это теплица, но именно когда мы первый раз приходим к томату, подвязывать, убирать пасынки, мы в это время должны решить, в один или в два ствола будем вести его. Вот в предыдущем ролике я рассказывала, как вести в один ствол, и я говорила, что это самый-самый легкий способ, оставляем основной ствол, остальные пасынки все выщипываем или выстригаем. Следующая по сложности это формирование в два ствола. Тут нам уже нужно определить, каким будет второй ствол, какой оставлять второй ствол. И смотрите, здесь иногда природа сама подсказывает. Вот я подошла, видите, они, ой, боже мой, уже заросло все. Они уже готовы, сейчас посмотрите, разгребу листом. Они уже готовы, два ствола, и они почти полноценные. Но тут все равно видно, даже если бы он был маленький, этот пасынок, оставляем всегда основной ствол и оставляем пасынок под первой кистью, вот этот лидирующий пасынок. Тоже ничего сложного. В два ствола, тут иногда природа сама нам подсказывает, мы подходим и уже видим рогатка вот такая, два стволика. Просто их оставляем, остальные пасынки все выщипываем. И еще раз повторю, что формировать или нет, мы решаем сами. Но обычно индетерминатные крупноплодные томаты рекомендуется формировать в первую очередь. А детерминатные мы уже там сами решаем. Можно их бросить на самотек, можно формировать. Но только обратите внимание, начинающие огородники, что формирование томатов, то есть и пасынкование, и прищипка, и удаление вот этих лишних стволов, удаление нижних старых листьев, это вот старый такой агротехнический прием, который не только мы делаем для того, чтобы укрупнить плоды, а мы делаем для того, чтобы ускорить созревание наших плодов. Когда мы сейчас, я вот лишние пасынки все уберу, выщипну, у нас на хлебников не останется, и все питание томата будет брошено на цветочные кисти, на опыление, на формирование, на налив плодов. Все, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...